Дороги чистят, а во дворах скользко. В Самаре усилили работу по уборке дорог и тротуаров от снега и наледи. Сотрудники МП благоустройства, с которым заключен муниципальный контракт, трудятся круглые сутки. Очистить от льда предстоит больше 8 миллионов квадратных метров дорог и полтора миллиона квадратных метров тротуаров. Городские трассы привели в порядок. У госавтоинспекции нет нареканий. Вопросы к предновым территориям и внутриквартальным дорогам. Содержать их в порядке обязаны управляющие компании и ТСЖ, которые не везде смогли оперативно справиться с гололедом. А вот тротуарами, которые убирает муниципальное предприятие, горожане остались довольны. Сегодня чистят, когда все растаяло. А вот вчера, когда невозможно было ходить, именно лед был везде. Нужно было выбирать какое-то местечко, где, может быть, листва сохранилось, потому что очень скользко было. А сегодня уже лучше. Стало лучше, конечно, ходить. Более того, я все-таки не молодой человек, боюсь упасть. Те дни ходил по дороге, дорога с машинами, разъезжу. Сегодня по тротуару хожу. Так что эффект налицо уборки. Такая великолепная техника у нас сейчас появилась в Самаре, что лучше этой техники я никогда в жизни не видел. За прошедшие сутки на уборку вышли 235 единиц спецтехники и 455 человек. Качество работы Департамент благоустройства контролирует постоянно, а на сайте МП благоустройства можно увидеть отчет, какие улицы почистили. Большая часть тротуаров, находящихся в ведении города, обработаны песком и бионордом специальной смесью от гололеда. По тротуарам мы работали параллельно. Сначала была произведена механизированная очистка тротуаров плужно-щеточной техникой, после чего производилась обработка противогололедными реагентами. Работа эта будет активно продолжаться, потому что у нас ожидается опять перепад температур в выходные дни. С начала зимы 90 человек стали жертвами гололеда. В больнице они поступили с травмами, полученными при падениях. Большинство несчастных случаев произошло во дворах. Районы администрации будут следить за работой управляющих компаний. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Все зимние вскрытия весной обязательно вспомнят. Несмотря на минусовые температуры, работы под землей не замерзают. Аварийный ремонт теплотрассы, водопроводы или плановые работы. В траншеи на тротуаре на Скляренко прокладывают электрокабель. На лейтенанта Шмидта частная фирма тянет водовод к поселку. Весной с таких компаний спрос будет особый. Качественно восстановить асфальт на месте вскрытия зимой невозможно. После окончания работ траншеи засыпят грунтом и временно заасфальтируют до весны. Всего таких проблемных участков в Самаре полторы сотни. К апрелю их число может увеличиться до тысячи. Тогда подрядчикам предстоит основательно благоустроить места вскрытий. Иначе им грозит штраф. Все-таки зимой невозможно организовать проливку песка в траншеи. А если грунт в траншеи не уплотнен, то он по-любому даст просадку. Переделка просто необходима. И потом по постановлению главы города все асфальтовые покрытия теперь должны восстанавливаться на полную ширину, вне зависимости от ширины траншеи. Главный финансовый документ Самары на 2014 год утвержден во втором чтении. Бюджет остается социально направленным. Основные параметры главного финансового документа города – доходы почти 13 миллиардов рублей. Расходы – 13,5 миллиардов. Каковы приоритеты и на чем решили сэкономить в следующем году, узнавал наш корреспондент. Обсуждения по разделу бюджетного пирога завершились. Депутаты одобрили окончательный вариант главного финансового документа. В следующем году в областной столице продолжатся ремонт и строительство дорог. На заседании городской думы депутаты утвердили создание муниципального дорожного фонда. Он начнет действовать с 2014 года. Дорожный фонд в следующем году получит более 70 миллионов рублей в виде бюджетных ассигнований. Кроме того, в фонд поступит средства из вышестоящих бюджетов. Также важными статьями расходов остаются система ЖКХ, образование и социальная политика. Все социальные обязательства бюджета сохраняются. И те основные задачи, которые мы поставили на будущий год, это вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, выполнение социальных обязательств перед работниками бюджетной сферы. Все эти задачи будут исполнены. Доходы Самары в 2014 году составят почти 13 миллиардов рублей. Расходы прогнозируются на уровне 13,4 миллиардов. Чуть меньше, чем в этом году. В принятом документе пока не запланированы средства вышестоящих бюджетов. Их учтут после. По факту поступления, когда областное правительство примет решение. Глава Самары Дмитрий Азаров поручил руководителям департаментов не терять времени и готовить конкурсную документацию уже сейчас. Депутаты в начале декабря уже утвердили бюджет. Это значит, что у вас есть все возможности сейчас приступить к проведению конкурсов на 2014 год. Коллеги, мы об этом говорили. И в 20-х числах будет уже подробный разбор, кому что удалось сделать. Не теряйте времени. Свои предложения по увеличению собственных доходов бюджета городская администрация планирует представить депутатам в начале следующего года. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Почти полтора миллиарда рублей необходимо, чтобы достроить в Самаре станцию метро Алабинская. Глава региона заверил, средства в областном бюджете найдутся. Алабинскую могут открыть уже в конце следующего года. А пока другая станция метро Московская приобретает столичный лоск. Радужные метаморфозы московской станции Самарского метро продолжаются. Месяц назад стены вестибюлей украсили плакаты, напоминающие витражи. Теперь над входами установили золотые буквы. Обновленные павильоны метро превратились в достопримечательность. По замыслу администрации метрополитена и департамента транспорта, все станции метрополитена должны своим внешним обликом соответствовать какому-то единому стилю. Сейчас идет проработка совместно с дизайнерами данного решения. Московская первая ласточка. Такая креативная задумка пришлась горожанам по вкусу. Стало ярче, приятнее утром на работу ехать. Я первый раз увидела, мне вообще очень понравилось. Мне нравится, это лучше, чем реклама. Чтобы не создавать неудобства, пассажирам все работы проводят в вечернее время. Преображаться будут и другие станции Самарского метрополитена. Следующая – Гагаринская. Ее планируют оформить с космическим уклоном в стиле хай-тек. А вот как украсить полукруглый вестибюль станции «Победа», возможно, подскажут дизайнеры, которые работали над оформлением вестибюлей Московского и Санкт-Петербургского метрополитена. В следующем году станцию Московская ждут более масштабные перемены. В связи с реконструкцией улицы Луначарского решено открыть подуличный переход и два дополнительных входа на станцию, где запустят новый эскалатор. Тогда станция сможет заработать на всю проектную мощность. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Развернуться не дают. Несколько десятков мигрантов незаконно торговали одеждой на кировском рынке. Сотрудники полиции провели рейд в районе станции «Пятилетка» и на железнодорожном вокзале. Приезжих проверяли на наличие поддельных паспортов. В этом году с липовыми документами задержали более тысячи гостей из соседних республик. За нарушение миграционного учета и незаконную трудовую деятельность нелегалам грозит штраф и депортация на родину. В отношении них составлено пять протоколов по статье 18.8.2 сотрудниками третьего отделения. И сотрудниками УФМС было составлено четыре протокола за нарушение миграционного законодательства. На поездку в Израиль собирают средства родители семимесячной Ани. Девочка с рождения не может самостоятельно дышать. Российские врачи операции по исправлению порока таким маленьким детям не делают. Требуется помощь и зарубежных специалистов. Плачем без звука. А гуком там где? Ани семь месяцев. Дышит малышка не через нос или рот, как все, а через маленькую трубочку в трахее. С самого рождения вздохнуть в полной груди умешала внушительная опухоль в нёбе. Предполагали, что киста у неё в нёбе. А когда делали операцию, врач очень хороший делал, врач Калинина, заслуженный врач России. Она, когда делала операцию, там уже видно было, что у неё была опухоль. И врач тоже, уже такая женщина в возрасте, у неё опыт большой. Она сказала, что за её практику, это первый случай, вот такая вот опухоль в таком месте огромная, такого маленького ребёнка. В больнице Калинина малышку буквально спасли. Успешно удалили опухоль. Но одна беда сменилась в другой. Образовался рубец. Доступ воздуха вновь оказался перекрыт. В России операции таким маленьким детям не делают. Просят подождать до 5-6 лет. Ну просто, понимаете, ребёнок вот с трубочкой, у него ограниченные возможности, у него нет голоса. Ребёнку нужно развиваться, потом у него будет задержка в развитии врачевом. Потом особый уход. Мы привязаны к аппаратам. Чтобы поддерживать состояние Ани, мама постоянно делает малышки ингаляции. Так дыхательные пути меньше сушатся. Требуется также частая замена трубочки и специальный уход. Родители собирают деньги на операцию в Израиле, где берутся лечить грудничков. На обследование первого этапа лечения требуется порядка 700 тысяч рублей. У ипатевых трое детей. Для многодетной семьи это большие деньги. Телефон мамы вы видите на своих экранах. Мария Иваткина, Дмитрий Тарасов. События. В честь Международного дня инвалидов в Самаре наградили лауреатов премии главы города «Мир равных возможностей». Она вручается с прошлого года. Лауреатами становятся люди с ограниченными возможностями здоровья, которые занимают активную жизненную позицию, достигли успеха в спорте или творчестве. Армрестлинг, дартс, бодибилдинг. В копилке личных достижений Анны Сайдаковой награды различных чемпионатов. Теперь она лауреат премии главы города «Мир равных возможностей». Спортсмены на инвалидных колясках мечтают о специальном спортзале. Такого в Самаре пока нет. Я считаю, что нужно вообще специализированный спортивный комплекс вообще сделать. Или хотя бы то, что есть у нас сейчас, какие-то спортивные комплексы, более доступные сделать для нас. Чтобы мы свободно могли посещать. Чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья вели активный образ жизни, в городе реализуется программа по созданию безбарьерной среды. Уже заметны результаты. Пандусы появляются в больницах, библиотеках, театрах, торговых центрах. По городу курсируют низкопольные автобусы, троллейбусы и трамваи. Сложные перекрестки оснащают звуковыми светофорами для слабовидящих граждан. Допустим, солнечная в прошлом году, ждали ее недоступной. Все переделали, солнечная сейчас доступна для людей. В том числе и на колясках. Удобно мамам с колясками. Если говорить о набережной, ну это вообще замечательно. У нас Некрасовский спуск. Это не только спуск к набережной, это спуск к Волге, к воде. И в следующем году ребята на колясках будут купаться в Волге. То есть очень много делается. Люди с ограниченными возможностями здоровья ведут активную общественную жизнь. В каждом районе города есть комитеты по контролю за созданием доступной среды. Люди с инвалидностью подсказывают проектировщикам, строителям, администрации, что и как нужно сделать для того, чтобы Самара стала городом комфортным для всех. Я хочу вас, как самых активных общественников нашего города, поблагодарить. Поблагодарить за ваше небезразличие, за вашу активную гражданскую позицию, за вашу чуткость, за ваше внимание к людям. Я, поверьте, вам искренне благодарен и за контроль, и за критику, и за своевременное реагирование. Самое главное, что отношение к инвалидам в обществе меняется. Физический недуг – не преграда на пути к успеху. Люди, собравшиеся в зале, подтверждают это своим примером. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Наградили и журналистов, которые поднимают проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. В номинации «Лучшая работа в области телеканалов и радиостанций» победили корреспондент телеканала «Самара ГИС» Марина Матвейшина и оператор Станислав Левин. Их сюжет о единственной в Самаре школе, где практикуется система инклюзивного образования, стал лучше. Эта работа посвящена интеграции детей с инвалидностью в общество. Не все родители готовы рискнуть и отправить своих детей с ограниченными возможностями здоровья в обычную школу. Хотя это важный шаг для полноценной жизни. И обычные школьники благодаря такому общению понимают – мы разные, мы равные. Мы правильно делаем, что мы не отделяем ребенка, не загоняем ему куда-то в специализированные учреждения. Тот ребенок, который имеет ограниченные возможности, он постигает этот мир и учится вместе с остальными просто детьми, что, в общем-то, и позволяет ему адаптироваться к жизни в будущем. Потому что сегодняшний детский коллектив – это, в общем-то, аналог будущей взрослой жизни. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот открыли дверь в сказку. Совершить путешествие в музей Алексея Толстого помогли волонтеры. Сейчас в областной столице их более 40 тысяч. Всю неделю добровольчества они проводили акции. Ежегодно добровольцы сдают кровь, благоустраивают территорию, помогают пожилым людям. Международный день добровольцев, который отмечают во всем мире 5 декабря, лучших волонтеров города поощрили благодарственными письмами главы Самары. Вот эта ваша деятельность, она, конечно, очень нужна. Она очень нужна и нам, она очень нужна тем людям, которым вы помогаете. Это начиная от людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, инвалиды, пенсионеры, которые не могут себя обеспечить. Это дети, лишенные родителей, находящиеся в детских домах или в каких-то заведениях. Это, в общем-то, любые мероприятия, которые мы проводим у нас в администрации и с образованием, с департаментом культуры и спорта. Всегда вы помогаете, всегда вы рядом. Сейчас самарские добровольцы активно готовятся к эстафете Олимпийского огня, которая пройдет 25 декабря. В этом грандиозном событии примут участие более 300 волонтеров. Не только повеселиться, но и послушать ученых. В столице Поволжья впервые пройдет Science Slam – научные бои. Формат такого общения очень популярен в Москве и Петербурге. Вот и в Самаре в ресторане решили приобщить публику к науке. Там ученые в пабах и клубах состязаются не только в умении развлекаться, но и думать. Молодые ученые за 10 минут простым доступным языком рассказывают обывателям свои научные труды. Никаких скучных докладов и сложных терминов, только яркие, захватывающие презентации. Слэм для меня – это практика, это, во-первых, неформальное вступление. Такого нигде нету, и ни одной научной конференции ты не научишься доставлять информацию до людей, которые в твоей области ничего не понимают. А это очень хорошая практика. Ну и, конечно же, компания и участие в этом – это первопроходчество в Самаре. Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Такими должны быть и ученые. Так говорил лауреат Нобелевской премии Петр Капица. Слэммеры полностью поддерживают ученого. Новый формат популяризирует науку. Мы рады, что есть много молодых ребят, которые занимаются наукой и которые с радостью готовы рассказать о своих исследованиях. Мы, например, совершенно не знали, что наш университет исследует какие-то соединения урана и даже открывает новые, и они известны по всему миру. А теперь вот благодаря общению с нашими слэммерами мы такой информацией обладаем. В науке, как на ринге, нужно бороться до конца, не перестают повторять организаторы. Они рассчитывают собрать не менее 300 зрителей, которые будут оценивать презентации каждого участника и голосовать за понравившийся проект аплодисментами. Победители определят специальный шумомер. Традиционно призы для лучших слэммеров не предусматриваются, однако самарские организаторы планируют поощрить самого интересного участника. Какой приз ждет победителя научной битвы, пока секрет. Интрига разрешится в воскресенье, 8 декабря. Валерия Квасневская, Константин Головин. События. Россияне в новом году могут остаться без кредитных карт. С 1 января в России вступят в силу закон о национальной платежной системе. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис круглосуточно на экранах своих смартфонов и планшетов. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok